Выйдя на пенсию, офицер в отставке устроился на должность начальника службы экономической безопасности в одной из предприятий города, осуществляющей грузоперевозки по железной дороге. Милицейское чутье и опыт оперативника помогли Олегу вывести афериста на чистую воду, тем самым отстояв честь организации. Олег Балжарский человек скромный и не привыкший к вниманию прессы, а потому об этом случае журналистам он рассказывает без особого энтузиазма. Неприятная история, затронувшая интересы и честь предприятия, на котором он работает, началась в конце прошлого года. В адрес коммерческой организации была направлена претензия о задержке якобы отправленных в Тольятти двух цистерн отработанного масла. Внутреннее расследование, которое провел бывший оперативник, дало первые результаты, указывающие на след афериста. Он какие-то контакты все-таки оставлял, созванивалась в 100 организаций, которые отправил, якобы отправил, от которых получил деньги. Ну и был расчетный счет, на который деньги перечислялись. 120 тонн горюче-смазочных материалов мошенник оценил в полмиллиона рублей. Эту сумму тольяттинская коммерческая фирма и перевела на его счет. Причем то, что платят за воздух, никто из представителей перерабатывающего предприятия не подозревал. Преступник к подготовке предстоящей сделки подошел ответственно. Он представился представителем некоммерческой организации, сообщил заведомоложные сведения о том, что данная организация обладает двумя цистернами отработанного масла. И, соответственно, предложил этой организации сферическому лесу приобрести данное отработанное масло. Каждое слово и действие мошенник подкреплял документально. Спустя время эти подельные бумаги, печати и бланки стали главными уликами в уголовном деле. Правда, находясь под подпиской о невыезде, преступник все же рискнул скрыться от следствия. Сегодня гражданин Сафонов находится в розыске. По оперативным данным мошенник скрывается в Лабытнангах. Если вам знаком этот человек, вы владеете информацией о его местонахождении. Просьба позвонить по телефонам отделения полиции. 2-12-04, дежурная часть. 2-10-78, группа розыска или 02. Нельзя оставаться без участников, потому что то же самое может произойти с каждым. На самом деле все мы живем в одном городе. Поэтому, мне кажется, это гражданский долг каждого помогать и содействовать органам правопорядка в изобличении преступника в расследовании. Олег Балжарский считает, помощь, которую он оказал следствию, это не долг и даже не подвиг. Это поступок, который по силу совершить только честным и порядочным людям. Это просто за каждым человеком такое, ну как, я не знаю, порядочное должно быть. То есть не пройти мимо. Ну и такие люди в городе есть. Светлана Кель, Кирилл Сементьев, программа «Время местное. Итоги».